Это новости на канале ВКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и вот о чем мы расскажем ближайшие полчаса. Памяти Беслана. Сочинские школьники сегодня вспомнили о тех, кто так и не сел за парту после первого звонка. Нужен ли знак, подскажет общественность. В состав комиссии по безопасности дорожного движения теперь ходит организация «Открытый Сочи». За окном не всегда будет плюс 30. Насколько котельные готовы к отопительному сезону, сегодня выяснил глава Сочи. Свободный полет над Мзымтой. В Сочи пройдет второй фестиваль бейс-джампинга. Учебный год стартовал в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Здесь началась новая смена для юных художников и музыкантов. Среди его участников и семь кубанских школьников. Поздравить ребят с Днем знаний прилетел глава региона. Вениамин Кондратьев отметил сегодня о стране, как никогда нужна думающая молодежь. Вы еще счастливы, потому что вы свой талант можете раскрыть. Вы можете раскрыться. И очень важно, что будучи талантливыми, у вас есть все возможности в жизни стать успешными. А ваш успех – это успех России. Это успех будет всей нашей страны. Наша страна богата не только нефтью, газом. Она очень богата интеллектом. И вы тому подтверждение. Мы живем в этом мире, в мире научно-технического прогресса. И он очень активен. И очень важно, чтобы мы, я уже сказал, от него не отстали. Потому что сегодня нам нужны эти новые технологии. И сегодня мы покупаем эти технологии, отчасти определенные во всем мире. Но очень бы хотелось, чтобы завтра, благодаря вам, мы их не покупали, а создавали. С праздником! С первым сентября! Спасибо! Участники смены, в свою очередь, поздравили главу региона. Накануне Вениамин Кондратьев отмечал свой день рождения. В подарок – лукошка клубники и музыкальные номера. Еще одна дата, которая приходится на 1 сентября – год работы центра. За это время в нем побывало более 7 тысяч одаренных ребят со всех концов страны. Благодаря президенту, а это его проект, надо признать, сегодня талантливая молодежь, талантливые дети всей нашей страны могут стать успешными. Современные технологии, они очень быстро развиваются, и надо за ними успеть. Здесь собираются звезды, звездочки. Ну и самое главное, что они в Сочи, потом уедут домой, будут рассказывать о Сочи, и обязательно будут стараться вернуться в Сочи. Для того, чтобы развиваться дальше, наверное, вам нужны не те советы. Судя по тому, что вам говорили предыдущие смены, вы и сами друг другу прекрасно советуете, и самый главный совет – не терять здесь время, потому что время будет не хватать. И самое главное – ехать отсюда с теми целями, которые вам помогут сформулировать лучшие педагоги страны, ведущие ученые и все те неравнодушные люди, которые вложили уже очень много своего времени, сил и талантов в те программы, которые мы для вас объявляем. Начался учебный год в Сириусе с урока «Русский язык в современной России». Провела его доктор филологических наук, президент Российской академии образования Людмила Вербицкая. За академический час поговорили о важности русского языка и о том, как сохранить его культуру. Памяти Беслана. Сочинские школьники сегодня вспомнили о тех, кто так и не сел за парту после первого звонка. С момента теракта в Беслане прошло 12 лет. В 2004 году торжественная линейка стала трагической точкой в жизни 334 людей. 186 из них – дети. Сегодня в память о них в сочинской школе номер 24 прошли уроки памяти. Учащимся рассказали о трагедии в Беслане. После они отправились в школьный двор и в память о погибших в Беслане детях выпустили в небо ровно 186 белых шаров. 2-3 сентября в день солидарности в борьбе с терроризмом во всех общеобразовательных организациях страны будут проведены уроки в память о жертвах Беслана. 3 сентября в 9.30 в храме святого равноапостольного князя Владимира на Виноградной состоится панихида по жертвам теракта. Также с 10 утра в течение всего дня возле торгового центра Александрия на Московской будет установлен постамент, возле которого жители и гости Сочи могут поставить свечи и возложить цветы. К другим новостям. Площадки нашего двора закончили свою работу. Все лето в районах каждый день работали аниматоры. Как оценили их работу главные судьи – дети, узнаем из нашего следующего сюжета. Минни Маус собирает команду, а Белоснежка занимается боди-артом, раскрашивает щеки девчонок. Такое не увидишь ни в одном диснеевском мультфильме. Но это стало реальностью на КСМ. Там в завершении работы летней игровой площадки отметили шумным праздником. Каждый день ходил сюда, понравился наш аниматор Лера, полезно проводил сюда сух летний. Каждый вечер аниматор предлагал детям спортивные развивающие игры. Чаще всего работать с детьми вызывали студенты. И им практика, и детям весело. Помогали активистам и местные ТОСы. С нашей стороны была только помощь в организации данных местах. Мы с ней тоже справились. Но, конечно, основная роль – это управление молодежной политикой и администрация города Сочи. Поэтому мы очень благодарны изначально за эту идею. И за реализацию этой идеи. В целом в Сочи каждый день работали 145 площадок нашего двора. Открыли их в День защиты детей – 1 июня. Тогда преподаватели, тренеры и аниматоры наглядно продемонстрировали, чем сможет заняться летом детвора. Ушу, футбол, баскетбол, скиппинг. Даже глава Сочи Анатолий Пахомов, посмотрев презентацию, взял в руки скакалку. Досуговые площадки в Сочи были организованы на средства членов партии «Единая Россия». Они же обеспечили аниматоров призами для победителей и контролировали работу. На открытии спортивного городка у 24-й школы, например, народные избранники подарили ребятам инвентарь для уличного баскетбола. А в Красной Поляне вообще с нуля построили новую площадку на улице Листопадной. 4 миллиона рублей – столько стоило строительство и оборудование. На открытии радостные жители пригласили мэра Сочи. Анатолий Пахомов тогда отметил, что район пополнился новоселами по муниципальной программе переселения. Есть семьи, есть и дети, а значит, такие площадки – необходимость. К старту программы площадки нашего двора приурочили открытие нового скейт-парка у Виллы Вера. Его построили вместо демонтированного фан-бокса на стерео. Площадку дополнили современными элементами для скейтеров, роллеров и детей, увлекающихся катанием на спортивных велосипедах. Большое внимание уделили вопросам безопасности. Фан-бокс огорожен, есть уличное освещение, санузел, установленная система видеонаблюдения «Безопасный город». Так что найти себе занятия по интересам этим летом смог каждый юный сочинец. Кроме площадок нашего двора, у образовательных учреждений работали площадки дневного пребывания. Там побывали 9,5 тысяч детей. Еще 14 тысяч сходили в походы разной степени сложности. А желающие еще и заработали карманные деньги. Отдельно глава города обратился с просьбой к нашим предпринимателям и более миллиона рублей были перечислены нашим образовательным учреждениям на создание дополнительных рабочих мест для тех сочинских семей, дети которых нуждались в трудоустройстве. И таким образом более 2,5 тысяч детей мы смогли трудоустроить в летний период. Итоги летней кампании по занятости детей подведут на Большом городском празднике. Он пройдет 10 сентября на площади Южного Мола. Начало в 10 часов. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Накануне все учебные заведения в Сочи распахнули свои двери для своих учеников, в их числе и академический колледж. Как образовательное учреждение встречало первокурсников, расскажем в нашем следующем материале. День знаний студенты Академического колледжа встречали в стенах Международного инновационного университета. Дело в том, что благодаря системе непрерывного образования, после окончания колледжа его выпускники смогут поступить в этот ВОЗ и отучиться по ускоренной программе. Эту возможность, как правило, не упускает ни один студент. День знаний по традиции отметили праздничным концертом с песнями, танцами и словами на путствие для первокурсников. Академический колледж реализует программы, которые нужны городу, образовательные программы. И вы сделали правильный выбор, что пришли к нам учиться. Мы надеемся, что вы проявите все свои таланты, все свои способности в стенах нашего колледжа и будете успешными по жизни. Сегодня Академический колледж занимает одно из ведущих мест в образовательном пространстве города и края. Все это благодаря крепкой материально-технической базе, профессиональному коллективу преподавателей и отлаженной воспитательной работе, основанной на развитии личностных качеств студента и его профессиональной компетенции. Я долго и тщательно выбирала, в какой колледж поступить, и мой выбор остановился на академическом. Потому что у него высокий рейтинг, хорошие отзывы, преподают высококвалифицированные педагоги. И у выпускников нет проблем с трудоустройством. Академический колледж – это настоящий локомотив профессиональной подготовки для сферы сервиса, экономики, менеджмента, строительства, автотранспорта, информационных технологий и юриспруденции. А благодаря развитию сети кружков колледж смог завоевать не только симпатии абитуриентов, но и их родителей. Очень много уделяется внимания и не только учебе, но и общему социальному развитию ребенка. Действуют клубы по интересам. Наша дочь увлекается литературой. Это ей вполне поможет. Мы считаем, что это поможет развитию ребенка. А еще академический колледж имеет госаккредитацию. Это значит, что выпускники получат дипломы государственного образца, которые дадут право обучаться в вузах по ускоренной программе. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпании ВКТ. Новый сквер в центре города и открытый после ремонта роддом. Что за год изменилось в Гулькевичах, оценил Вениамин Кондратьев. Глава региона проинспектировал, как в районе исполнили его поручения. Итоги проверки в сюжете наших краснодарских коллег. Детскому крику здесь только радуются. После четырехлетнего затишья в роддом центральной районной больницы в Гулькевиче в прямом смысле вернулась жизнь. Акушерское отделение было закрыто на капитальный ремонт. Будущих мам отправляли в соседние районы. Теперь все рядом с домом. Спустя год после посещения больницы губернатором появились современные оборудования и новые сотрудники. Слабый пол такое событие отметил, как и полагается. За полгода 385 родов. Глаза боятся, руки делают. И да, те вопросы, которые, может быть, можно было сделать еще вчера и нужно было сделать вчера, но сделать их сегодня тоже не поздно, никогда не поздно. Вы правильно сказали, это место, где рождается счастье. И вот наша задача сделать так, чтобы эти места все-таки были и счастье в них будет. А вот и первенец местного роддома, полугодовалый Вениамин Иванович, полный тезка губернатора. Малыш появился на свет сразу после открытия акушерского отделения. Такое имя, уверены родители, принесет удачу. Проведать своего тезку приехал губернатор. В семье Гузнародовых это второй ребенок. Родился недоношенным, но быстро догнал своих сверстников. И это чувствуется, пошутил Вениамин Кондратьев. Вот такие мы первые. Когда Вениамин Гузнародов подрастет, будет гулять в центральном сквере в Гулькевичи. Отстоять его удалось местным жителям. Здесь хотели построить торговый комплекс. Год назад люди обратились за помощью к губернатору. Сегодня глава региона проверяет, на месте ли зеленая зона. Мы изготовили проект на реконструкцию этого сквера, для того, чтобы он стал действительно достойным. Как вот та часть, мы начинаем поэтапно идти. К сожалению, сегодня мы вынуждены были пока эти работы приостановить. Главное, что сегодня этот сквер стоит на кадастровом учете. И мы имеем сегодня у вас еще одну особо охраняемую природную территорию. Так точно. Это значит, что сегодня мы идем полностью на те просьбы, откликаемся, о которых говорят жители. Если они просят, чтобы здесь был сквер, если они хотят погулять и подержать воздухом, это место нужно жителям дать. Заехал губернатор и в сельхозкооператив. Это одно из крупнейших производств семян кукурузы. Его работники переживают за судьбу совхоза Кубань. Он пришел в упадок, а активы находятся в федеральной собственности. Вениамин Кондратьев предложил выйти с инициативой передать производственный комплекс в краевое ведение. В разговоре с губернатором работники пожаловались еще на отсутствие скорой помощи в поселке. Боль жителей поселения в том, что скорая помощь, которая у нас некогда была, и она была приписана к участковой больнице, понятно, уже она сейчас существовать так не может. Вопрос обоснованный, я считаю, что и он не то, что обоснованный, его необходимо решить, и мы его решим. Хорошо, спасибо. Сельское хозяйство и строительная отрасль – два кита, на которых стоит экономика Гулькевичского района. И оба направления, к сожалению, проседают. Такова аналитика, говорит губернатор на встрече с местными жителями. Если строек из-за кризиса действительно стало меньше, то аграрный бизнес на фоне импортозамещения напротив должен показывать рост. Та же кукуруза. Всего 45% ее семян на Кубани закупаются у местных заводов, остальное из-за границы. Это тормозит развитие предприятий. У вас есть возможность расширяться, если сегодня мы включимся к расширению? Не, ответственность перед членами кооператива, я должен все реализовать. Сегодня я не готов. Ну, в этом-то и вот ответ. Если мы сегодня можем сами делать отечественные семена, то почему мы, опять-таки, даем возможность зарабатывать иностранным селекционерам? Давайте расширять сегодняшнее предприятие, даже в том числе и здесь, которое находится. Это плюс рабочие места в Гулькевичах и плюс налоги, которые они будут платить в наш бюджет. А импортные семена, которые приезжают, у нас ни рабочих мест, ни налогов нет. Из зала много вопросов от фермеров. Проблем у них хватает от аренды земли до дорогих кредитов. Молодой крестьянин Сергей Рудых из Ейского района признается, приехал не кричать о сложностях, а предложить пути их решения. Мы хотим просить создать совет молодых фермеров именно для инновационных, молодых предложений, где-то дерзких, где-то новых. Мы не хотим отсиживаться в окопах. Я лично за своих работников, и более 50 человек, поручусь и буду бить космиляжу. Но вот так вот кричать – это не фермер. Давайте это слово не порочить. Называть фермера тех людей, которые криком хотят брать. Давайте делами доказывать свои дела. Ну, вот здесь я абсолютно за, и кто хочет работать, он работает. А кто хочет кричать, поверьте, он работать не хочет. Он хочет кричать. Вот это и разница между фермерами и теми, которые пытаются сорвать жизненный дивиденд любой ценой. Поэтому я еще раз хочу сказать, что я вас поддерживаю, и молодцы, что вы там в зале, и молодцы, что доехали. Предложений у местных жителей накопилось немало. Это хорошо, что инициатива идет снизу, замечает Вениамин Кондратьев. Но плохо, что, по сути, бытовые вопросы не решаются на уровне районных властей. Системной работы незаметно, как и год назад, обращает внимание Виктора Катькала, губернатор. Все решается в ручном режиме, а при таком подходе руки могут быстро уставать. Мы должны учиться делать и решать вопросы больше самостоятельно, не надеясь на какие-то дополнительные источники. По программам вы не должны в них принимать участие, вы обязаны. Потому что программа, в первую очередь, для жизни. А то, что и собственная экономика должна быть, безусловно, надо делать. И искать, и зарабатывать надо, любым способом. И проблемы, которые накопились, да, накопились. Я всегда говорю, если мы их даже сегодня не будем делать, те даже вчерашние, то завтра они будут еще вдвойне, в стороне дороже. Гулькеевский район в рейтинге социально-экономического развития занимает 22 место из 44. С прошлым годом показатель улучшился всего лишь на две позиции. Даже такой рост понемногу, но должен отражаться на реальной жизни людей в лучшую сторону. Главе района губернатор посоветовал не ждать все время помощи со стороны, а самому развивать экономику. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Гулькеевский район. 3 сентября стартует международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна». На период проведения конкурса до 9 числа будет ограничено движение транспорта на следующих участках. Улица Конституции вдоль реки от Московской до улицы Несебрской, улица Роса от Карла Либнихта до Парковой, а также улица Парковая от Воровского до Рос. И, кстати, в состав комиссии по безопасности дорожного движения теперь входит общественность. Организация «Открытый Сочи» будет иметь свой голос в вопросах, которые связаны с установкой дорожных знаков, разметкой и паспортизацией улиц города. Общественность Сочи хотят и будут слышать. В минувшие выходные сочинские активисты и автовладельцы инициировали митинг против незаконной эвакуации. Тогда представители общественности заявили, что не против эвакуации в принципе, а не против воровства машин с парковок ради наживы. И в некоторых случаях этому способствуют неверно установленные на улицах Сочи дорожные знаки. На первом совещании с участием общественности власти города подчеркнули заявление о недобросовестности работы эвакуационных служб будут тщательно проверены. Для того, чтобы на улицах нашего города стояли в нужных местах нужные дорожные знаки. Чтобы была та разметка, которая необходима и нужна жителям нашего города. И если сотрудники эвакуационных служб, как у меня есть информация, занимаясь отсидячиной, устанавливают какие-то дорожные знаки, нужные только им, то этому должна быть одна самая жесткая оценка. На повестке дня целый список вопросов. Один из самых важных – процесс паспортизации всех городских улиц. Это определенная схема, наглядная картина того, где и как в этих местах должны быть размещены знаки и разметка. На встречу поднимали и другие вопросы. Одни касались установки знаков, другие, наоборот, их ликвидации. В процессе работы стало понятно, что просто путем голосования знаки на улицах Сочи не появляются. Нужно четкое представление, что дает тот или иной знак и что изменится с его исчезновением. Технически выводите на экран, мы для чего это все подготовим. Для того, чтобы все понимали, о чем идет речь. Тогда дайте фотографию улицы, покажите, что транспорт стоит в двух сторон. В каком месте, где будет стоять этот знак. Какая сейчас обстановка и чего мы добьемся. И цель какая. А жители улицы Цурюпы на собственный вкус усложняют движение на дороге. Активист попросил разобраться, законно ли установлена искусственная неровность, изготовленная кустарным способом. Мое предложение сделать этот надолго по ГОСТу, как положено, чтобы он был и поставить знаки, чтобы 20 километров, за сколько метров, сколько положено по ГАИ, вот чтобы человек ночью едет, он знал, что впереди есть неровность, правильно? Лежачий полицейский, как называется. Значит, он должен притормозить и выполнить требования знака. Тогда есть предложение перенести этот вопрос также на следующую комиссию. Сотрудников полиции попросить выехать на это место и изучить ситуацию, и дать нам свое экспертное заключение. Чтобы мы понимали, что мы не совершаем ошибку. Можно там, нельзя там, поворот там, либо какой участок. На комиссии рассмотрели необходимость установки искусственных ограничителей скорости сразу на нескольких улицах, инициаторы – сами жители. Они же готовы и профинансировать работы. Очередное заседание комиссии состоится через неделю, где новый состав продолжит изучать устройства городских улиц в знаках и разметках. В первые дни сентября руководство города оценивает готовность курорта к осенне-зимнему периоду. Сегодня проблемные вопросы с коммунальщиками обсудил мэр Сочи. Расскажет Инга Габешия. За окном не всегда будет плюс 30. Уже сегодня, отмечает Анатолий Пахомов, проблемы, выявленные инспекторами Ростехнадзора, должны быть устранены. Паспорт готовности к зиме подписывается 1 ноября. Но некоторые теплопринимающие объекты в соответствии со 103 приказом Министерства энергетики должны быть сданы в эксплуатацию уже 15 сентября. А недочеты контролеры обнаружили как в жилых многоквартирных домах, так и в нескольких детских садах. Я хочу получить от вас объективную информацию о реальном положении дел во всех наших четырех районах. Мне нужна объективная и правдивая картина. Лучше вовремя, сейчас есть время, выделим деньги и решим эту проблему. То положение дел, которое было у нас 5 лет, когда 60 домов не обтапливалось многоквартирных, и нам говорили, да ничего, они же все время там, они вроде того, что от электричества нагреваются. Такого у нас не должно быть. Время для подготовки есть. Важно не быть равнодушными и безответственными, обращается мэр к коммунальщикам, председателям ТОСов, а также главам районов. В городе современная инфраструктура, но ее правильная эксплуатация зависит от человеческого фактора. Что касается РЭО, то слабых заменят на более эффективные компании. В соответствии со 103 приказом Министерства энергетики, значит, у нас теплопроизводящие предприятия, или, скажем так, котельные, теплогенерация, должна быть сдана к 1 ноября. К 1 ноября. Поэтому, значит, время здесь еще есть. По котельным у нас тоже очень высокий процент готовности, но есть котельные, которые пока еще не готовы. Это в основном ведомственные котельные. Я не вижу этого риска, хотя замечания есть, но риска я здесь не вижу. Теплосетям проблемы котельных необходимо решить до 1 октября, а схему теплоснабжения подготовить к концу следующего месяца. Это будет подвергнуто огромному контролю. Во время запуска будут работать группы народного контроля. Это бывшие сотрудники департаментов, отделов ЖКХ. Это будут председатели ТОСов. Помимо нормативных документов, город к осенне-зимнему периоду готовится и в соответствии с постановлением губернатора края. Здесь акцент на состояние кровли и остекление подъездов. Ну а паспорт готовности должен быть подписан 1 ноября. Сам же отопительный сезон на курорте стартует 15 ноября. Инга Габейшая, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Ну а завершилось совещание по подготовке к зиме приятным моментом. Поздравление мэра города Анатолия Пахомова. Сегодня глава курорта празднует день рождения. Анатолию Николаевичу исполнилось 56 лет. Поздравление он принимал от своих коллег. Ну а общественность города пожелала мэру долгих лет жизни и продолжать струдиться на благо родного Сочи. Сегодня ночью на Донской разбились два человека. Водители и пассажирка приехали в Сочи из Омска. Как видно на записи с камер видеонаблюдения, Subaru Impreza на большой скорости врезался в дерево. Перед этим водитель пытался резко сманеврировать. Машина ушла в занос. Скорая прибыла через 7 минут, но спасти водителя и пассажирку не удалось. В Сочи задержан нетрезвый водитель. Выявили его в рамках комплексной операции «Курорт» сотрудники полка ДПС. Накануне в ходе проведения рейда в Хостинском районе инспекторы остановили ВАЗовскую четверку, за рулем которой находился 28-летний житель Липецкой области. При общении и проверке документов полицейские обратили внимание на подозрительное поведение водителя и запах алкоголя. В присутствии понятых предложили водителю пройти медицинское освидетельствование, но молодой человек отказался. В отношении водителя составлен протокол за отказ от освидетельствования на состояние опьянения. Санкции статьи предусматривают штраф в 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет. В Сочи пройдет целая серия мероприятий в рамках проекта «Сочи на банкнотах». Напомню, в июне Банк России объявил голосование. Жителям страны предлагают выбрать, что будет нарисовано на новых купюрах номиналом в 200 и 2000 рублей. Сочи уже вошел в четверку городов-претендентов наряду с Казанью, Севастополем и Грозным на право быть изображенным на новых купюрах. На них может появиться стадион Фишт и ратуша Розы Хутор. Акцию «Сочи на банкнотах» уже поддерживает Торгово-промышленная палата, представители национальных общин города и санаторно-курортного комплекса. Общественность убеждена, что это послужит дополнительной рекламой курорту. В Сочи уже проходят многочисленные мероприятия в поддержку проекта. Но самые значимые еще впереди. Какие именно, мэру курорта Анатолию Пахомова рассказал и возместитель по социальным вопросам. В рамках предмета «Сочеведение» провести единый урок в сентябре месяце, для того, чтобы еще раз нашим школьникам-сочинцам, а через них родителям, бабушкам, дедушкам, рассказать про историю нашего города, про новую историю, про олимпийскую историю, про Фишт, про Роза Хутор, про наши великолепные победы в 2014 году. И вот этот единый урок тоже станет продвижением этого проекта. Хорошо, Ирина Васильевна, даю вам поручение реализовать все, что вы наметили. Считаю, что проект действительно заслуживает внимания, всячески готов сопутствовать и содействовать этому проекту, потому что уверен в том, что это дальнейшее продвижение нашего курорта. Еще одна акция пройдет 5 сентября, когда стартует финальный этап голосования. В этот день в 9.30 утра на площади флага пройдет флешмоб «Сочи-2000». В нем примут участие 2000 человек, включая участников фестиваля «Новая волна». Ну а проголосовать за Сочи можно на сайте твоя-россия.рф. Итоги будут объявлены 7 октября. С 14 по 16 сентября в Скайпарке пройдет второй фестиваль бейс-джампинга. А Скайбридж – единственный мост в России, который благодаря своей высоте и безопасным площадкам для приземления на берегу реки позволяет совершать подобные прыжки с парашютом. В программе фестиваля – одиночные групповые, акробатические и трюковые прыжки, показательные прыжки на точность приземления. В Сочи приедут 50 опытных бейс-джамперов со всей страны. Увидеть трюки и пообщаться с опытными спортсменами сможет каждый. В течение трех дней можно будет увидеть 12 прыжковых сессий с середины моста Скайбридж. Зрителей также ждет развлекательная программа «Зона барбекю на свежем воздухе» и «Живая музыка». А 15 октября – вечерняя программа и ночные прыжки. Ну и в завершении выпуска информации от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. А все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.